You are watching video at Study With Me channel. Enjoy and have a great time. Разрезаны на 38 отдельных кусков. Процесс отмера, формирование. Соединение этих частей. Требует не менее 228 шагов. Первый шаг, отмеривание. Но, отмерить, не значит. Просто взять линейку. Столько сантиметров тут. Столько сантиметров здесь. Нет-нет. У вас не выйдет ничего хорошего. Пока вы не поймете, для кого шьете. Любая одежда о чем-то говорит. Ко мне заходили джентльмены. И хвастались. Что им не важно, что носить. А если допустить, что это правда. То разве это тоже не говорит о чем-то. Так кто ваш клиент? И что вы пытаетесь о нем сказать? В вашу дверь входит человек. Что вы примечаете в нем? Он робок. Сутулится, как стрелки часов. Около полудня. Или же он держится уверенно. Позвоночник на 6 и 12. Это человек весенних постельных тонов. Жаждущий, чтобы его заметили. Или это человек сиро-коричневых тонов. Сливающийся с суетливой толпой. Это человек, которому комфортно. На своем месте в жизни. Или он жаждет чегото большего. И кем бы хотел быть этот человек. И кто он на самом деле. Снимите с него мерку. И когда вы поймете, кто он такой. Мистер Бойл. Вот тогда вы готовы начинать. Тук-тук. Как дела, англичанин? Добрый вечер, господа. Ух ты, этот годный. Да, очень хороший. Шьете его для моего папаши. Не этот. Такой классный прикид. Для когото еще. Для кого? Господин Ричи, вы же знаете. Я не говорю о своих джентльменах. Так вот кто мы, твои джентльмены. Погляди-ка на англичанина. Днем, как рыба. Ваш отец приходил. Вот как. Вчера. Сказал, что ваш бизнес. Находится в стадии расширения. Сказал, чтоб я сшил для вас. Новый костюм по этому случаю. Фрэнсис, что скажешь? Новый прикид. Не сегодня. Да ладно, время есть. Не сегодня. Черт, это ад, костюма. Англичанин, сделай одолжение. Сходи в приемную. Узнай, как там секретарша. Хорошо. Прошу прощения, господа. Это, костюм, вот его латунное кольцо. Давай открывай, почитаем, что там. Почта есть. Хотите об этом поговорить? По почте. О том, что вас выставили. Что в коробке? Это мне. Давай посмотрим. Ладно. Нет-нет, дай угадаю. Пизанская башня. Не понимаю, чем она так интересна. Она ведь просто, клинится. Эйфелева башня. Она у меня уже есть. Ну, тогда я сдаюсь. Что это? Я вам покажу. Я снова как дома. Ну разве не красота? Это часы. В отличие от некоторых. Вживую я их не видела. И вживую это просто часы. На берегу Темзы. Видела часы в Чикаго. Да, но. Они удивительно похожи на лондонские. Ладно. Я вас никогда не пойму. Что ж. Ты никогда не станешь. Чибульским джентльменом. Определенного возраста. Вы объездили весь мир. Вы можете открыть мастерскую. Где захотите. Но вы здесь. А что здесь плохого? Пара моментов приходит на ум. Какие-то моменты есть везде, дорогая. Так что не так уж важно, где я. У меня есть ножницы. А что еще человеку нужно? У меня есть ты. Не навсегда. А, да. Бен ждет. Так или иначе. Я выберусь отсюда. В Лондон. В Лондон. И в Мадрид. И в Барселону. И в Марокко. И в Париж. Знаете, что поможет это ускорить? Карта. Повышение зарплаты. Прошу вас. Лучше пойду гляну. Не нужен ли я господину речи. Легок на помине. Что это значит? Просто выражение такое. Извините, не хотела обидеть. До завтра. Вчера заглядывал ученик часовщика. Он ужасно милый. Что вы, кто? С нашей улицы. Такой красавчик. Пытаетесь свести меня с парнем. Который работает в часовой мастерской. Он ученик часовщика. Тот, что с усиками. Да, как у Эрола Флина. Мне не нужны ваши советы о том. С кем встречаться. Я не это имел в виду. Вы имели в виду вот что. Я видел, как ты улыбалась речи бойлу. И боюсь, что ты свяжешься. С дурной компанией. Эти мужчины пусть и клиенты. Но они не джентльмены. Да ладно, вы же шьете им. Такие красивые костюмы. Бери мы в клиентов только ангелов. У нас вообще клиентов бы не осталось. Мы всем клиентам разрешаем. Держать тут ящики с замком. Это ты ему улыбалась. Я всю жизнь жила рядом. С такими животными, как Ричи Бойл. Чтоб он не лез. Смотри ему в глаза. И делай вид, что ты такой же. Мне не нужно за тебя беспокоиться. Верно. Ты сама за себя пастуешь. Вы мне не. Ну, вы знаете. Да. Мой отец был говнюком. Так что примите это как комплимент. Хорошо. Я знаю. Вы надеетесь, что я полюблю это. Так же, как вы. Вовсе нет. Что я буду учиться. Постигать ремесло. Может, однажды даже. Сменю вас в мастерской. Но я этого не хочу. Я не хочу такой жизни, как у вас. Ты имеешь право на свою. Да. Ты умная молодая женщина. Ты уедешь далеко отсюда. Да. И когда я уеду. Я не хочу, чтобы вы остались один. Тебе тоже не нужно за меня беспокоиться. В конце концов, ты же мне не. Ну, ты знаешь. Справедливо. А теперь, если хочешь повышения. Для начала усвой. Как выглядит чертов квадрат. Они лежали вот здесь. Эй. Что это за книга, кстати. Всегда было интересно. Не трогай ничего. Я же сказала, не трогай. Какие роскошные. Он любит, чтоб все было так. Как он любит. Ладно. Тут еще тип, да. Ему важно то, что он делает. И поэтому он лучший в своем деле. Как и каек-то другой, кого я знаю. Ты издеваешься надо мной. Что? Издеваешься надо мной. Типа насмехаешься. Нет, речи, малыш. Я тебе не посмешище. Я не насмехаюсь. Иди сюда. Милый, что такое? Он что-то сделал. Кто что-то сделал? Фрэнсис. Он опять что-то натворил. К черту Фрэнсиса. Он не член семьи. Я знаю. Он даже не ирландец. Знаю. Он считает, у нас завелась крыса. Ясно. Да. Кто-то сливает все Лафонтаном. Кто? Не важно. Он параноик. Месяцами талдычит это моему отцу. И отец, блин, слушает его. Фрэнсис. Он такой умный. Ты можешь у него чему-то поучиться. Милый, правая рука, ты. Твой отец прислушивается к тебе. Не переживай. Кого волнует Фрэнсис? Думаешь, я не знаю. Что Фрэнсис сделал для отца? Думаешь, я не слышал об этом тысячу раз. Шесть пуль. Все понятно, мать его. Но лишь потому, что меня там не было. Если бы был, это бы сделал я. Это бы сделал ты. Ты же знаешь, да. Фрэнсис думает, что может проворачивать дела с моим чертовым отцом. Без меня. Что за хрень. Я не. Заткнись. Ладно, прости. Господи. Не хочу его разбудить. Эй. Это ищешь. Так вот где. Знаешь, что мне в тебе нравится. Что. Ты далеко пойдешь. Еще как далеко. Дуй давай. Ого, полегче. Второй шаг. Рисование выкройки. Для некоторых этот этап может быть чистым наслаждением. Вы только начинаете исследовать. Но предупреждаю. Следуйте своим шаблонам. Они сложились не случайно. Это не искусство. Это ремесло. Шокирующую оригинальность. Можем обсудить позже. Сейчас главное. Мастерство. У вас крыса. Ваши шаблоны, проверенные формы. Вам не враги. Они ваши единственные друзья. Ублюдки. Тихо. Им конец. Отойди назад. Что такое. Есть тут кто. Прошу, господа, мне не нужны проблемы. Тут еще кто-то есть. Нет, сэр. Так, в заднюю комнату. Давай, вперед. Идем. Мы тебе поможем. Не волнуйся. Давай, англичанин. Дерьмо. Так, возьми пальто. Давай. Черт. Гадство. Давай, помоги его поднять. Давай. Черт. Черт. Твою мать. Черт. Возьми кусок ткани, прижми крани. Твою мать. Больно. Больно, ведь у тебя дыра в животе. Помнишь, почему у тебя дыра в животе? У тебя дыра в животе, потому что там. Когда нужно было. Нажать на курок, ты застыл. Пошел ты. Пошлешь позже. А сейчас заткнись. Англичанин, слушай внимательно. Тысяча копов охотятся за этим. И если найдут, я начну стрелять. Понял. Что еще хуже, тысяча рэкетиров. Тоже за этим охотятся. И если найдут. Стрелять начнут они. Понял. Да понял он. Заткнись. Я слушаю. Тысяча человек ищут этот портфель. Будет безопаснее для всех. Если никто из них его не найдет. Молодец. Продолжай прижимать. Черт. Позвонишь моему отцу. Эй, урод. Чертов урод. Твою мать. Босс, Лафонтен и напали на нас. Нас ждала вся шайка. Они знали, когда мы приедем. Знали, что у нас с собой. Знали, где мы будем. Что я говорил о крессе. Я предупреждал. Да, нет, она еще у нас. Нет, мы с речи убежали. В безопасное место неподалеку. К портному. И еще речи поймал пулю. В ближайшее время. В бейсбол он не сыграет. Но с ним все будет хорошо. Все с ним будет в порядке. Хотите все равно прислать дока. Мы сами можем прийти. Сейчас. Все точки Лафонтенов. Это же война. Тогда, полагаю, час, че, настал. Что он сказал? Слушай меня, друг. Никто не знает, где док. Отец приедет сюда. Но через некоторое время. Какое время? Отведи меня домой. Отец сказал ждать здесь. Когда получишь пулю. Сам оставайся. Я ухожу. Я получал пулю, помнишь? Шесть пуль. Пошел ты. Ты работаешь на меня. И я сказал, отведи меня домой. Я работаю на твоего отца. И он сказал не рыпаться. Ублюдок. Твою мать. Ему нужен врач. Да неужели? Черт. Двигай. Вон туда. Ты грибаный урод. Он теряет много крови. Дави сильнее. Рану нужно зашить. Теперь ты еще и врач. Я был на войне. В твоем возрасте. На другой войне. Дай посмотрю. Да, пуля прошла на вылет. Я тоже был на войне. Только не на заграничной. Нужно остановить кровотечение. Ему нужно в больницу. Зашей его. Что? У тебя же тут где-то есть. Иголка с ниткой. Не такие. Зашей его. Я не могу. Я не знаю как. Зашивать кожу, не то же самое. Зашей его. Если у него внутреннее кровотечение. Черт. Вот черт. Что он там делает? Чинит тебя. Не двигайся. Ни за что, черт побери. Нет-нет. Думаю, нам нужно, мы можем. Давай быстро. Придумать что-то другое. Вообще, я вроде в порядке. Держите его. Нет. Если я убегу, можете побежать за мной. Поймать меня и убить. Держи руки ровно. Отвалите от меня, вы оба. Так, давай. Поверните его сюда. Еще один. Твою мать. Черт. Возьмите щипчики. Ножницы. Отрезайте. Переверните его. Осторожно. Молодчина. Ножницы. Все с ним будет хорошо. Оставайся здесь с Ричи, жди босса. Вы уходите. Я вернусь. Возьмите с Ра Ричи с собой. Сейчас тут безопасней всего. Тогда хотя бы. Заберите это с собой, прошу вас. Там слишком много головорезов. Вы постоянные клиенты. Я завишу от вас. Я ни единого раза. Не спросил вас о вашем бизнесе. Я не сужу вас. Просто не хочу. Быть втянутым в ваши дела. Англичанин, ты прекрасно знаешь. Что у нас за дела? Нет, сэр, вообще-то, я ничего не знаю. Я не знаю, что это. Не знаю. Почему все эти джентльмены это ищут. И если они сюда придут. Я не смогу унять их подозрения. Я для вас бесполезен. Я абуза. Я лишь хочу. Чтобы меня оставили в покое. Но ты не один англичанин. Нравится тебе это или нет. Теперь ты часть семьи. Это запись жучка. Прошу вас, не надо. Новая штуковина, федералы придумали. Записывает звук, как фонограф. Но его можно спрятать. Потому что он размером с. Ты понял. Парни Бувера установили свой жучок. В одной из наших точек. Но они не знают. Что у нас есть влиятельные друзья. Друзья, которые могут, например, достать нам копию записи. Но я не успел ее послушать. К нам нагрянула бандалов антена. Мы под них копаем. И если они получат пленку. То будут знать, как отомстить. Всем нужна эта штука. Так выкиньте ее. Кта-то сливал все она с лафонтену. А теперь Кта-то. Помог федералам установить у нас жучок. Если мы это послушаем. То узнаем, где он был установлен. Бум. Если я сегодня найду. На чем проиграть пленку. То завтра крыса не проснется. Твой друг мистер Бойл. Придет через три часа. Кроме меня и босса. Никому ее не давать. А если полиция. Избавься от них. А если другие джентльмены. Избавься от них. Потому что если я вернусь. По пленке там не будет. Добро пожаловать в семью. Господин Ричи. Как вы себя чувствуете? Да иди ты. А ты как думаешь? Нехорошо. Слушай. Англичанин, спасибо тебе. Ты спас мою жизнь, вот. Не уверен в этом, сэр. Нет-нет. Я пришел в трудную минуту. Ты оказался на высоте. Воды. Давай. Да. Где Фрэнсис? Сказал, что должен найти способ. Прослушать вашу запись. В смысле, он ушел. Что, прослушав пленку, он узнает. Кто крыса? Вы ведь так это называете? Крыса. Тебе Фрэнсис это сказал? Он не из тех, кто болтает лишнее. Похоже, ночь выдалась непростая. Для всех нас. Да. Пейте потихоньку. Понял. Кто мог так поступить с вашей семьей? После всего, что ваш отец сделал. Для этого района. Без отца ничего бы тут не было. Несомненно. Когда я только приехал в Чикаго. Все, что у меня было. Это набор ножниц. Вы знали, что ваш отец. Стал моим первым клиентом. Самым первым. Да, я это помню. Правда. Да. Папаша был рад. Он. Пришел как-то домой и сказал. В городе новый портной. Правда. Да. Прямо из Англии. Очень теплый прием, скажу я вам. Да. Очень ценю. Папа любит модные шмотки. Да. У него хороший вкус. Он начал учить меня завязывать галстук. Когда мне было четыре. Да вы что, четыре. Как он там всегда говорил. Хорошо завязанный галстук. Первый важный шаг в жизни. Типа того. Оскар Уайльд. Да охренеть кино. Нет, это цитата. Оскар Уайльд. Не слышал о таком. Возможно, поэтому ты папе нравишься. Он любит цитировать известных людей. Так кто это, по-вашему? Кто? Это ты Уда, что предал вашу семью. Не знаю. Готов спорить. У такого умного молодого человека. Как вы, наверняка есть подозрения. Возможно, кто-то близкий семье. Но не член семьи. Я должен вам кое-что сказать. Господин Ричи. Хорошо. Я чувствую себя ужасно. Я и представить не мог. Что все выйдет из-под контроля. Что кто-то может пострадать. А тем более вы или. Или, не дай бог, ваш отец. Но. Что ты несешь, англичанин. Я. Я должен сказать. Я должен вам сказать. Выкладывай уже. Я крыса. Я продавал информацию вашим врагам. И я позволил. Федеральному бюро расследований. Поставить жучок. Здесь. Твою ж мать, ты чуть меня не развел. Я почти поверил. Я чуть тебя не застрелил. Я почувствовал. Я вас рассмешил. Да еще тема для шуток. Это лучшее лекарство. Правда. Можешь себе представить. Ты. Крыса. Минуточку. Что это значит? В смысле, что это значит? Ты не можешь быть крысой. Еще как могу. Исключено. Почему? Почему? Посмотри на себя. А что со мной? Нет. Ты просто чертов портной. Я не портной. Я закройщик. Прости. Портной пришивает пуговицы. И подшивает брюки. Любой, у кого есть иголка с ниткой. И 15 минут, может стать портным. Я учился на закройщика десятилетиями. Я был закройщиком на Роу. Что еще за Роу? Цивил Роу. Где это? К северу от Эдисон. Это в Лондоне. Полкилометра. На которых лучшие ремесленники мира. Занимаются своим ремеслом. Я был там под мастерьем годами. Прежде чем мне разрешили. Открыть собственную мастерскую. А почему приехал сюда? Из-за войны. Что, фрицы разбомбили твой дом? Хуже. Синие джинсы. После войны. Дела в Англии шли весьма плохо. Немногие мужчины могли. Позволить себе хорошую одежду. Поэтому все помешались. На этих синих джинсах. Что же, времена меняются, приятель. Сейчас в моде синие джинсы. Этот Джеймс Дин сыграл в одном фильме. И синие джинсы вошли в моду. Он снимется еще. И в моду войдет что-то другое. Эти модные вещи недолговечны. Вещи, которые шью я. Как, например, ваш костюм. Они на все времена. Значит, ты подумал. Что кучка пижонов в Англии. Не оценит изысканные вещи. И приехал в Чикаго. Надо же. Из-за здешних конфеток поди. Я приехал в место. На котором не лежит груз. Горькой истории. И да, конфетки здесь вкусные. Надеюсь, ваш кузен в порядке. Мой кузен. Как он? Очнулся. Но. Фрэнсис мне не кузен. Нет. Но что, что с ним? Давай, выкладывай. Папаша может увидеть дворнягу на улице. И если у нее достаточно острые зубы. Она будет есть с нами за столом. Он потерял много крови. Возможно, у него кружится голова. А куда конкретно Фрэнсис пошел? А нет, вы же не думаете. Что он в этом замешан. Не мне судить господина Ричи. Но он все время. Говорит об этой крысе. Которую вы упомянули. А что с крысой? Ранее он сказал, что это он ищет крысу. Зачем ему брать на себя ответственность? За поиски крысы, если крыса, он сам. Значит, он рассказал тебе все это. Но не сказал, куда идет. Он говорит, я знаю, кто крыса. Фрэнсис думает, что сможет меня обмануть. Кто, я? Ну. Он постоянно теребит ваш портфель. Что он сделал с портфелем? Ничего. Он оставил портфель здесь. Если бы я был крысой. А как я не стараюсь? Я не могу вас убедить, что это я. Я бы захотел сразу же сжечь эту штуку. Так что, как видите, вам нечего бояться. Вашего друга Фрэнсиса. Он член семьи. Ну, почти. Я не оставлял его. До этого момента. Англичанин. Открой дверь. Речи. Как себя чувствуешь? А, я в полном порядке, да. Как ты себя чувствуешь? Я не получал пулю в живот. Так что, знаешь, неплохо. Повезло, даже. Все эти пули летали вокруг. Но Ла Фонтене не попали в тебя ни разу. Это не везение, Речи. Это. Это умение. Похоже, я слишком медлителен. Так где ты был? Сделал пару звонков. Зашел в магазин техники, они нам должны. У них есть на чем прослушать пленку. Я сейчас же пойду туда с ней. Значит, хочешь забрать пленку? Да, немедля. Давай пойду с тобой. Нет. Ты не в состоянии выходить. То есть, ты хочешь. Уйти с пленкой один. Так. Так. А знаешь что? Подожди, пока приедет мой папаша. Послушаем пленку все вместе. У нас нет времени. К чему такая спешка? Каждую секунду, что крыса жива. Твой отец в опасности. Джентльмены. Насколько я знаю вашего отца. Господин Речи. Он хотел бы, чтобы вы оба охолонули. Вот. Почему ты это сказал? Мой отец. Мой отец, Фрэнсис. Это мой отец в опасности. Не твой. Я люблю твоего отца как родного. И я пытаюсь ему помочь. Разве твой отец не продавал сраные помидоры. Настильствит. Пока не умер. От своей полной никчемности. Может, нам с отцом. Не нужна твоя сраная помощь. Не думал об этом. Мне нужна эта пленка прямо сейчас. Ну так попробуй, возьми ее. Не сегодня. Давай пленку. Серьезно, Фрэнсис, зачем такая спешка? Ну, серьезно, папа придет. С минуты на минуту. Или ты не хочешь. Чтобы он послушал эту пленку. О чем ты говоришь? Почему ты не хочешь. Чтобы папа ее послушал, Фрэнсис. Я сказал, дай эту сраную пленку. А кто теперь такой медленный? Речи. Речи, для твоего блага. Для блага твоего отца. Я сейчас возьму эту пленку и уйду. Еще раз меня тронешь. Я сломаю тебе руку. Понял. Тебе известно, что ты мудак. Ситаешь себя таким умным. Осторожно. Умнее всех. Осторожно, господин Речи. Ах ты сраный. Где пленка, Фрэнсис? Ты спятил наставлять на меня пушку. Джентльмены. Хватит играть в игры, Речи. Куда дел пленку? Что ты задумал? Спрятал ее, чтоб вынудить. Меня признаться. Это твоя самая большая глупость. За весь день. Всегда хотел быть важной шишкой, да. Ты не станешь. Продавать помидоры. Нет-нет. Ты не хочешь работать на отца. Ты хочешь на его место. Я этому человеку всем обязан. Знаешь что? Пока мы с ним живы. Тебе не стать главным. Не нужно ссориться. Ты, мерзкий ублюдок. Я сразу тебя раскусил, ты в курсе. Как только я тебя увидел, я сказал. Кто еще, нахрен? Это Цукин сын. Он не член семьи. Нет, я тот, кто словил шесть пуль. Чтоб спасти твоего отца. Ведь, семьи, там не было. Да пошел ты. Я руковожу бандой. Нет, руководит твой отец. А я попал дня каждый день. Разгребаю твое дерьмо. Хочешь посмотреть, как я гажу? Черт, Речи, зачем ты меня вынудил? Вот последнее, что ты услышишь. Надеюсь, ты будешь помнить это в аду. Ты умер не потому. Что ты глуп, высокомерен. Или медлителен. А потому, что ты слаб. Вы убили его. А ты внимательный, да. Куда Речи дел пленку? Понятия не имею. Может, у вас получится объяснить. Что случилось? Всевышнему. Нет, мистеру Бойлу. А есть разница. Он спрятал ее где-то здесь. Вы привезли сюда раненого человека. Возможно, он скончался от ран. У него половины башки нет. По телефону я сказал его отцу. Что он поправится. Когда случается ошибка. Я всегда считал. Что лучше просто сказать правду. Англичанин, я не обрезал боссу. Слишком коротко штаны. Я застрелил его сына в лицо. Черт. Это его кадиллак. Давайте объясним. Открой сундук. Что? Открой сундук и возьми его за руки. Что вы хотите сделать? Бери его за руки. А не то я спрячу два тела. Иди открой дверь. Не спеши приводить его сюда. Мне нужно тут убрать. Я не умею врать. Изворачиваться. Не знаешь, как сказать одно. Подразумевая другое. Я думал, ты англичанин. Как же я рад тебя видеть. Ты цел. Да. Я не забуду. Что ты делаешь для моих ребят. Для моей семьи сегодня. Я к вашим услугам, сэр. Где парни? А все ли мы целы, сэр? Это не моя. По дороге пришлось кае куда заехать. Где парни? Босс. Вы в порядке. Ты, должно быть, прошел через ад. Ничего нового я не увидел. Сперва ты спас мою жизнь. А потом, жизнь моего сына. Когда-нибудь я найду способ. Отплатить тебе. Заезжали к Лафонтену. Пара крепких парней еще там. Раздают визитки. Лотерея в зеленом драконе. В зеленом драконе больше нет лотереи. Лишь уютный костерок. И парочка чикагских храбрецов. Бегают со шлангами. Рад, что не даете им скучать. Где Ричи? Я думал, он с вами. С чего это вдруг? Ну, он. Он пошел вас искать. Искать меня? Зачем? Вы же знаете Ричи. Ты отпустил моего сына с пулей в брюхе. Отпустил его. Ричи делает то, что хочет, верно? А ты должен его защищать. Он был в порядке. Англичанин его залатал. Скажи боссу, что ты сделал? Я сделал, что мог. А потом Ричи просто ушел. Ну, он, да, он шел на двух ногах. И, да, он ушел. Хорошо. Бери пленку и пошли его искать. Ричи взял ее с собой. Прости, кажется, я ослышался. Ну, он сказал, что отнесет пленку вам. Велел мне ждать здесь. А ты не подумал, что стоит пойти с ним. Это же Ричи, босс. Он. Даже, он хочет проявить себя. И я подумал, что лучше всего. В этой ситуации остаться здесь. На случай, если вы придете. Ты подумал неправильно. Куда конкретно он пошел? Он не предоставил мне свой маршрут. Телефон. Это Рой. Ричи там. Тогда иди проверь. Быстро. Уверен, его не было всю ночь. Спроси у наших друзей из Нарцайда. Я подожду. Проклятье. Ладно, я у портного. Звони мне сюда. Так. Каждые 15 минут и держи в курсе. Ты понял. Каждые 15 минут. Все хорошо, босс. Ничего хорошего. Мой мальчик пропал. Пленка пропала. А на улицах копов больше. Чем на параде в день Святого Патрика. Так пойдемте его искать. Где? Везде. Мне не больше вашего нравится. Что он где-то ходит. И? Англичанин сделал достаточно. Стоит. Отпустить его домой. Хорошо. Ну иди один. Если Ричи появится в наших точках. Позвонят сюда. Я останусь здесь. Босс, если я пойду один. Какие-то проблемы, Фрэнсис? Нет. Проблем нет. Оставайтесь здесь. А я пойду искать Ричи. Фрэнсис. Верни мне моего мальчика. Ночь будет долгой. Они почти всегда такие, сэр. Несколько лет назад в мастерскую. Пришел клиент с костюмом. Не моим. Клиент сказал, что пиджак слишком велик. Так и было. Я сказал, что проблема в плечах. Но клиент не согласился. Сказал, что плечи ему нравятся. А проблема в рукавах. Мы начали спорить. Вот конец клиент сказал. Это мои деньги. И я велю вам укоротить рукава. И что сделал я? Я сказал, да, сэр. А потом заузил плечи. Клиент вернулся и примерил костюм. Идеально, сказал он. Именно это я и просил. Ты научился всему этому нороу? Да, сэр. А их тебе тоже нороу дали. Прошу прощения. Я учился на этих ножницах. Каждый свой разрез. Я сделал этими ножницами. Это все, что я привез с собой в Чикаго. Прошу вас. Нет-нет. А нет, прошу вас. Ты не говорил, почему уехал из Англии. На нее напали. Нацисты. Хуже. Их называют синими джинсами. Я знаю, каково это. Пытаться добиться Чикаготов жизни. Да. Ты самый проверенные инструменты. Например. Этой штукой я убиваю. Я даже не знаю, сколько людей. Ясно. У тебя свои инструменты. У меня, свои. Вот. Посмотри. Я как-то прочитал. Что человека от обезьян. Отличают инструменты. Ты веришь во все это. В эволюцию. Я не знаю. Но я точно знаю, что человек сам решает. Как использовать инструменты. Он может разрушать, а может создавать. Ты думаешь, я разрушаю, но. Нет, при помощи него. Я создал лояльность. Я создал команду. Я создал район. А те, кого мне пришлось убить. Ну, когда краешь брюки. Приходится выкидывать пару обрезков. Ты о костюме, слышал. Ну, я шью одежду, так что. Не о таком костюме. Это организация. Что, как Раттери Клуб. А об Аль Капоне слышал. О нем слышал. Да, он основатель. Раттери Клуба. Костюма. Аль Капоне же умер. После его смерти. Организация разрослась. Стала больше похожа на сеть. В ней все крупные банды. От Санта Манеки до Каньяйленда. Итальянцы на востоке, евреи на западе. Поляки в Синт-Луисе. И даже пара сыновей Килларни тут и там. Подпольная организация. Объединенных наций. Когда у Кагото разборки. Костюм, тебя прикроет. Это как печать. Ты признан. А вы признаны. Почти. Они слали нам послания. Со словами, что им нравится наш стиль. Они рассматривают нас. Если мы закончим то, что начали. И что вы начали. Мы смешаем с землей. Каждого из Лаффонтенов. Видишь ли, Лаффонтены, не создатели. Эта семья десятилетиями. Вымогает деньги на лотереи. Их район, их правила. Ни у кого никогда не хватало яиц. Вмешаться в их дела, да меня. Это пленка, которую все ищут. Фрэнсис сказал, что. Какие-то влиятельные друзья. Достали вам копию. Эти друзья, костюм. Да, чтоб ты понимал. Если эта пленка попадет не в те руки. То все рухнет. Мистер Бойл, зачем вы мне. Все это рассказываете. Потому что это пальто Ричи. Правда. Да. Что ж, полагаю, он ушел без него. В декабре. Он немного торопился. В декабре в Чикаго. Он ушел без пальто. Ты что-то скрываешь, мой друг. И я пытаюсь до тебя донести. Что даже если я не выясню, в чем дело. Костюм, выясни. Так что если хочешь выпутаться из этого. Расскажи мне. Что тут на самом деле произошло. Сейчас же. Мистер Бойл. Я говорю вам правду. Монг. Кто в Чикаго в декабре. Выходит на холод без пальто. Я не силен в загадках. Англичанин, где мой чертов сын. У тебя 5 секунд. Чтобы все рассказать. 5, 4, 3. Он взял с меня обещание не говорить. Кто взял с тебя обещание. Он сказал, что убьет меня. Если я вам расскажу. Кто? Фрэнсис. Мистер Бойл. На самом деле. С Ричи случилось то. Что Фрэнсис застрелил. Ого. Сегодня все в сборе. Да. Мейбль. У нас есть вопросы о Ричи. Я понял, что знаю Каекова. У кого могут быть ответы. Фрэнсис, англичанин как раз собирался. Сказать мне, что случилось с Ричи. Англичанин сказал, ты Кагото застрелил. Вот как. Эй, не смотри на нее и на него. Смотри на меня. Если скажешь правду. Тебя в этом городе никто не тронет. Ты защищен от него и от него. Тебя оградят от головорезов. Но ты должен сказать правду. Что сделал Фрэнсис. Фрэнсис застрелил. Фрэнсис застрелил. Четверых людей Лафонтена. Сегодня вечером. Но Ричи. Не застрелил ни одного. Он сказал, что ему неловко. Стыдно. Сказал, что ему нужно пойти и. Убить Кагото. Кого убить? Лафонтена. Ричи взял с нас обещание. Вам не говорить. Он знал, что это опасно. Думаю, он не хотел. Чтобы вы его остановили. Ты дал Ричи обещание, англичанин. Мы оба дали. Да, это так. Простите, мистер Бойл. Так. Где Ричи сейчас? Ты секретарша? Да. После того, как Ричи ушел. Убивать Лафонтена. По пути туда. Я думаю, он зашел к ней. Нет, не заходил. Зачем ему заходить к секретарше? Она подружка Ричи. Я не подружка Ричи. Как же? Не подружка. Нет. Да, она его подружка. Ричи любит похвастать. Мистер Бойл. Все, что я знаю об этой ночи. В два часа этот. Придурок постучал в мою дверь. И сказал идти с ним. А когда я возразила, он. Когда я пришел к ней. На ковре было пятно крови. Что? Это неправда. Это ложь. Прекрати. Подойди. Ты живешь рядом. На этой же улице. Жила в этом квартале всю жизнь. Как тебя зовут? Мейбель. Шон. Черт. Твоим отцом был Райан Шон. Так говорят. Когда-то давно работал на меня. Он был крутым парнем. Твой отец. Да. Не знаю. Он редко появлялся. Я сожалел о том. Что с ним случилось. Спасибо. Странный у нас район. Случись с человеком что-то плохое. Все так сожалеют. Но. Никто ничего не видел. Это было давно. А в этом бизнесе. Ну. Плохое иногда случается. Мейбель Шон. Где мой сын? Как я уже сказала. У меня нет ни малейшего представления. Монг. Принеси пальто. Мистер Бойл. Позволите. Узнаешь это пальто? Да. Это пальто Ричи. И если Ричи нужно было смыться. В середине декабря. С пулей в животе. То Ричи, который, скажем честно. Не силен в планировании. Наверняка намеревался остановиться. Где-то неподалеку. Может быть, он просто шел к ней домой. А ты сказал, что не силен в загадках. Когда ты последний раз. Видела моего сына. Здесь. Сегодня чуть раньше. Босс, какой-то ублюдок. Стучал на нас. Так. Так. А что, если это крыса, девчонка. Она могла услышать информацию от Ричи. В постели или типа того. Если он пришел к ней домой. С той самой вещью. Которая указывает на нее. Я просто говорю. Мы же не знаем, кому она стучала. И, может, он был там. Когда Ричи пришел. Не нужно быть детективом. Чтобы связать это все. Мистер Бойл. Я знаю Мейбль. Я знаю Мейбль много лет. Готов поставить свою жизнь на то. Что она тут ни при чем. Я приму эту ставку. Давайте разговарим даму. Черт. Нет. Да что с вами. Нет. Где Ричи? Я не знаю. Ричи был прав насчет тебя. Ты не мужик. Так. Значит, вы с Ричи все же болтали. Назад, англичанин. Это не твой профиль. Да, ладно, ладно. Фрэнсис, отведи ее в заднюю комнату. Пошла. Мистер Бойл, прошу. Мне жаль, правда. Посади ее. Мы потом приберем. Я говорю вам правду. Так, в последний раз я видела Ричи. В мастерской. Запирала ее на ночь. Эй. Куда это ты собрался? Никто никуда не уйдет. Пока не найдем моего сына. Мистер Бойл, сэр, я. Я не могу, простите. Я прям сейчас тебя отправлю. Успокойся. Я знаю, что вам нужно сделать, чтобы найти своего сына. Я понимаю ваши чувства. Ты понимаешь мои чувства. У меня была дочь. Я приехал в Чикаго не из-за. Синих джинсов. В моей мастерской был пожар. Я даже не заметил. Сразу, был занят работой. Загорелись ткани, все. Сгорело так быстро. Моя жена с маленькой дочкой. Жили наверху. Я слышал их. Теножницы подарила мне моя жена. В общем, вы понимаете. Босс, не обязательно слушать. Тихо. Мистер Бойл. Вы можете сделать больно юной Мейбель. Сделать больно мне. Вы можете убить любого из нас. Одним щелчком пальцев. Но так вы не найдете своего ребенка. Как бы сильно вы этого не хотели. Иди ответь. Алло. Правда, мы все так переживали. 20 минут. Замечательно. Да-да, конечно, передам. Хорошо. Спасибо. Что там? Это был Ричи. Сказал, что прячется от Лаффонтенов. Но пленка у него. И он хочет, чтобы вы забрали его, 31-е. И холстет. 20 минут. Я не успел уточнить детали. Он положил трубку. Поехали. Заедем домой. И возьмем с собой всех, кто там есть. Может, не будем спешить. Мой сын ждет. Зачем нам медлить, черт возьми. За дело. Босс. Может, мне стоит остаться. Присмотреть за ними. Мне нужна вся моя огневая мощь. Вы правда хотите рискнуть жизнью Ричи. В надежде на то. Что больше не будет сюрпризов. Если бы сам дьявол сейчас. Валился через крышу. Я бы не удивился. Ладно. Хорошо. Лучше перестраховаться. Проследи, чтобы они не ушли. Не хочешь рассказать. С кем ты сейчас говорил по телефону? С одним из людей мистера Бойла. Он звонил сказать. Что Ричи не появлялся. Стойте, стойте. Либо я убью ее сейчас. И мы свалим все на нее. Либо я убью вас обоих и сделаю все сам. Выбирай. Вам нужна ее помощь. В чем мне нужна ее помощь? Рой Бойл в ад вот попадет прямо в засаду. И кто ждет в засаде? Ла Фонтене. И как именно Ла Фонтене узнают? Где устроить засаду? Мейбель им в ад вот это скажет. Я. Да, ты. Почему я? Ведь крыса, это ты. Ты спала с Ричи Бойлом. Он постоянно говорил тебе об обострении. Войны его отца с Ла Фонтенами. И ты увидела свой шанс. Ты продавала информацию Ла Фонтену. Чтобы наконец. Выбраться из Чикаго. Сейч 2094. Шляпа, стется он. Но Фрэнсис. Фрэнсис, параноик. Ты считала, что рано или поздно. Он тебя раскусит. Поэтому ты помогла ФБР установить жучок. Если бы ФБР расправилась с бандой Бойла. Ты бы вышла сухой из воды. Но ты не учла одну вещь. Организацию, костюм. Они рассказали Бойлом о жучке. Ричи рассказал тебе. Что тебе оставалось. Ты рассказала Ла Фонтену. И надеялась. Что они переубивают друг друга. Прежде чем найдут тебя. У тебя свои аферы. У меня свои. Так это ты была крысой. Я всю жизнь наблюдаю, как вы, пиявки. Высосываете из этого района кровь. Как же мне понравится. Сидеть в парижском кафе. И читать о ваших похоронах. Ты украла пленку. Нет, это был я. Вы знали, что я делаю. Но не остановили меня, а помогли. Да. Да пошли вы, мне помощь не нужна. Если она не позвонит Ла Фонтенам. В ближайшие. Скажем, две минуты, Рой Бойл вернется. Так и не найдя своего сына. Рано или поздно он обнаружит Ричи. А потом убьет всех нас. Или же. Мейбель может сказать Ла Фонтенам. Где устроить засаду. И предложить им купить пленку. А теперь скажите мне. Если Рой Бойл и все его бригадиры. Сегодня погибнут. Кто возглавит его организацию. Я словил шесть пуль за этого человека. А сколько он словил за вас. Только благодаря ему. Я стал тем, кем стал. А сейчас настал день. Когда он вам больше не нужен. Думаешь, я вот так легко. Предам Роя Бойла. Я не думаю, что это легко. Я думаю, что есть вариант А. Мы все умрем. И есть вариант А. Вы будете руководить организацией Бойла. Иди звони. Меня тут нет. Стетсон. Да. Ла Фонтен хочет заключить сделку. Пленка в обмен на деньги. Через час. Не знал, что ты знаешь французский. Фрэнсис. Ты оба мне еще много чего не знаешь. Так что, черт возьми, случилось с Ричи. Это Ла Фонтен. Я спрячусь там. Как увидишь деньги, дай мне сигнал. Все сходится. А потом. Это идиотская идея. Не подашь сигнал. Я начну палить без разбора. Когда Ла Фонтен сегодня умрет. Я не только возглавлю банду. Я приведу ее в ряды, костюма. Это меньшее. Что я могу сделать. Для Роя. Открыто с понедельника до пятницы. С 9 часов до 17 часов. Рекомендуется запись. Он нас тоже убьет. Работаете допоздна. Мы работаем по записи. Это мистер Берлинг. Не знала, что в городе. Есть такие модные партнеры. Спасибо. Вы умеете шить одежду для дам. Ничего в этом не понимаю. Ну, может, я слегка. Полагаю, вечер у вас выдался насыщенный. Издержки профессии, мадам. У кого из вас моя пленка? Деньги вперед. Прошу. Кажется. Мадам Ла Фонтен. Вы пытаетесь нас ограбить. Где деньги? Мы не покажем вам пленку. Пока не увидим деньги. Пленку вперед. Откуда мне знать. Что на ней? Я должна послушать. Ну, похоже, вам придется. Просто довериться нам. Возможно, нам придется. Довериться друг другу. Ладно. Давайте договоримся. Вы даете мне деньги, я ухожу. Убьем друг друга. Как-нибудь в другой раз. Знаешь, что меня бесит. Я вела лотерею в этом городе. Всю свою жизнь. Все молчали. Купы, рэкетиры, никто даже не замечал. До той секунды, пока мы не стали. Зарабатывать большие деньги. Господи, что за чертов город. С самого начала люди, как я. Как наш английский друг. Приезжают сюда и добиваются успеха. Но как только мы добиваемся большего. Появляетесь вы, придурки. С залезанными назад волосами. В начищенных ботинках. И все у нас отбираете. Как избалованный ребенок. Который лучше сломает свои игрушки. Чем даст поиграть другим. Так что признаюсь. Я. Получила удовлетворение. Но Блу 31 и холстет. Когда приставила ствол. В голове Роя Бойла. И смотрела, как он умирал. Так же, как жил. Жалея, что вообще меня встретил. Мадам. Вам нечего бояться этого человека. Почему это? Потому что сегодня вечером. Я вынул все пули из его пистолета. Еще убийцы тут есть. О которых я должна знать. Только вы. Портной. Всегда слушает. Всегда молчит. Но никто не задумывается. А что у него в голове? Я не портной, мэм. Я закройщик. Они нас разоблачат. Все Бойлы мертвы. Тогда, костюм. Зачем, костюму, нас искать? Потому что мы взяли пленку. Которую все из. Неопытному взгляду может показаться. Что костюм состоит из двух частей. Пленка. Пиджака и брюк. Это лишь выдумка. Но эти две, казалось бы, цельные части. Состоят из четырех разных видов тканей. В костюме, даже не слышали о Рои Бойле. Они не посылали те сообщения. Это были вы. Вы планировали это месяцами. Все, что случилось. Вы все это подстроили. На ней записано. Все, что произошло сегодня вечером. Достаточно, чтобы обвинить. Оставшихся Бойлов в дюжине преступлений. А мадам Ла Фонтен, в убийстве Роя Бойла. Ты же не против отправить ее. По почте своему другу из ФБР. По пути. Пожалуй, будет безопаснее. Мне этого не знать. Но пусть это будет грандиозное место. А как насчет вас? А, я уже начинал сначала. Во второй раз будет легче. Поехали со мной. Нет. Нет, поехали со мной. Покажите мне то, что сами уже видели. Ты не потратишь свои лучшие годы. На заботу о старике. Который доживает свой век. О себе я заботилась прекрасно. А да, зная тебя. Я уверен, ты бы позаботилась о том. Чтобы каждый из тех убийц. Попал в могилу. Но тогда. Ты бы уже не делала вид. Что ты одна из них. Не правда ли? Жаль, что я ее не узнала. Вашу настоящую. Ну, вы знаете. Ты бы ей понравилась. Отделка для меня, пожалуй. Самый трудный этап. Не потому, что эти финальные шаги. Требуют какого-то особого мастерства. Пришить пару пуговиц. Обработать пару краев. А потому, что. Если ты сделал свою работу. Все свое истинное мастерство. Ты уже применил. Отделка. Это всего лишь. Неизбежная часть. Именно на этапе отделки. Вы должны примириться с мыслью. Что к совершенству. Стремиться необходимо. Именно потому. Что оно недостижимо. Если вы не стремитесь к совершенству. Вы не создадите ничего выдающегося. И все же истинное совершенство. Невозможно. Нет. Стой. Поэтому на финише вы должны примириться. С поражением. Когда-то я был таким же, как ты. Правда. Зарабатывал на жизнь с помощью оружия. Ножа. Иногда. Просто с помощью голых рук. У меня был. Говорили, у меня был дар. Но это была не магия. Это была работа. Однажды меня попросили сделать то. Чего я сделать не мог. Поэтому я бежал. Я спрятался. Спрятался на Роу. Нашел ремесло. Обучился ему. И встретил свою жену. Веру. Я полюбил. У нас родилась маленькая Лили. Я снова полюбил. Но они меня нашли. Они меня нашли. Подожгли мою мастерскую. Мой дом. Мою жизнь. Я приехал сюда. Чтобы убежать от всего этого насилия. Убежать от себя. И в первый же день кого я встретил. Полагаю, я надеваю эту одежду. Чтобы убедить себя. Что я цивилизованный человек. Я так хочу быть хорошим. Это не идеально. С этим нужно смириться. Как? Что ж? Сесть за стол, разложить инструменты. И начать сначала. Перевод субтитров. Евгения Маркс.